Грехопадение Диавол завидовал райскому блаженству первых людей и задумал лишить их райской жизни. Для этого он вошел в змея и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. И когда Ева проходила недалеко от него, диавол начал внушать ей, чтобы она поела плодов от запрещенного дерева. Он с хитростью спросил Еву, правда ли, что Бог не позволил вам есть ни от какого дерева в раю? — Нет, — ответила змея Ева, — плоды со всех деревьев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Но диавол начал лгать, чтобы соблазнить Еву. Он сказал, — Нет, вы не умрете. Но знает Бог, что если вы вкусите, то сами будете как боги и будете знать добро и зло. Соблазнительная дьявольская речь змея подействовала на Еву. Она посмотрела на дерево и увидела, что дерево приятно для глаз, хорошо для пищи и дает знания. И захотелось ей узнать добро и зло. Она сорвала плоды с запрещенного дерева и ела. Затем дала мужу своему, и он ел. Люди поддались искушению дьявола, нарушили заповедь или волю Божью, согрешили, пали в грех. Так совершилось грехопадение людей. Этот первый грех Адама и Евы, или грехопадение людей, называется первородным грехом, так как именно этот грех потом явился началом для всех последующих грехов в людях.